Всем привет! Как и обещал, сегодня полный обзор часов от Seiko. Это модель Seiko Presage Sargs 0.29 в Руси. Я уже делал такой мини-анбоксинг, что называется, этих часов. Ну а теперь пришло время поговорить про них подробнее, потому что это необычные часы. И я бы сказал, что в определенном плане это выдающаяся модель. Она уникальна. Здесь циферблат раскрашивается вручную по древней японской технологии. И, конечно же, это штучное производство. Ну, что касается... Сейчас быстренько пройдемся, наверное, по характеристикам. Внутри у нас механизм Seiko, естественно, все тут мануфактурное. 6R15, 23 камня. Здесь имеется ручной подзавод, автоподзавод стоп-секунда, запас хода 50 часов. В этом механизме 23 камня и балансовая частота 21600 полуколебаний в час. Водозащита 100 метров. Ну, при этом заводная головка не завинчивается, так что в использовании все удобно будет. Часы антимагнитные, корпус стальной, стекло сапфировое с антибликовым покрытием и оно выпуклое. Это модель для внутреннего японского рынка и, естественно, часы, сделанные в Японии. Купил я их за 79 тысяч йен. Примерно 53 тысячи рублей было по тому курсу, когда покупал. У нас они стоят, как я посмотрел, где-то 120 тысяч йен. На авито видел за 77 тысяч рублей. Модель редкая, поэтому они редко появляются даже у перекупов. Ну, экономия тут примерно 30% даже от цены перекупов, не от ритейла. И с учетом доставки, да, это крайне прилично. Покупал я их на Rakuten в Японии через сервис покупки и доставки ZenMarket. Ну, кто не знает, ZenMarket это сервис покупок товаров из Японии. Позволяет выбирать и заказывать товары не только с Yahoo, с Rakuten, но также с Amazon и с любых других японских интернет-магазинах. При этом у них есть русскоязычная поддержка. Например, можно уточнить новые часы, там не новые. Вот. И, собственно, я ими часто пользуюсь. Уже, наверное, года два или три даже. При этом в случае с редкими часами это как раз только в Японии покупать. При этом, что интересно, иногда и швейцарские часы, некоторые особенно винтажек, там в Японии можно купить подешевле. В общем, короче, пересыл это удобная фича. Пользуйтесь. Ну, а теперь, собственно, надо сказать самое, наверное, главное и самое интересное. Именно то, вот почему эти часы меня заинтересовали. Лаковый циферблат у Руси, да, нужно не путать с эмалевым циферблатом. Потому что это немножко другое. А, значит, что такое Уруси? Мы как раз в этом плане возьмем, откроем статью на Гитатру, которую написал Константин. Он большой фанат и знаток японских часов и вот этой всей истории, и вот этого всего ручного производства. Поэтому я просто возьму и зачитаю сейчас вам. Да, вот Сейко, Пресаж, Уруси, у них циферблаты выполнены путем нанесения японского традиционного лака Уруси. Сырьем для приготовления лака у Руси служит сок лакового дерева. В июне каждого года в стволах деревьев возрастом более 10 лет специальным ножом в коре делаются горизонтальные надрезы глубиной 5 мм. Видите, как японцы заморачиваются. Сырую смолу фильтруют в центрифуге и гомонегенизируют, перемешивая несколько раз. В ходе этого процесса процент воды в смоле уменьшается приблизительно с 30 до 3%, а цвет становится светло-коричневым благодаря воздействию кислорода. Впоследствии для получения лака необходимого цвета чистую смолу смешивают с соответствующим пигментом. Для высыхания и полного затвердевания лака Уруси необходимо поддерживать высокую влажность воздуха 80-85% и температуру около 30 градусов. Время полного высыхания может составлять от 4 до 24 часов в зависимости от созданных условий. Циферблаты, покрытые лаком Уруси, имеют идеально гладкую глянцевую поверхность и они, как правило, изготавливаются мастерами, которых в Японии осталось очень и очень мало. Короче говоря, когда только я это все дело прочитал несколько раз про эти подобные часы и эту технику традиционную мы писали на гитатру. И, конечно же, меня всегда интересовали часы Seiko, которые делаются по этой технологии. Знаете, когда я смотрел на эти часы на фотографиях, то я, собственно, не понимал, что здесь и в чем, например, отличие от других циферблатов. Но когда смотришь на них вживую, то это сразу видно. Циферблат здесь просто невероятный. Он как-то выглядит очень тепло. И вот этот вот блеск. И вот посмотрите, он немножко как бы прогибается, где место крепления стрелок и где дата. И очень красивый оттенок. Ну и, опять же, понимание такое, наверное, психологическое понимание того, что это сделано вручную. Это, по сути дела, каждый такой циферблат уникальный. Это, конечно, да. Не мудрюмо, что эти часы достаточно редкие, потому что, ну, проще сделать какую-нибудь там болванку в промышленных масштабах. Продавать ее, в принципе, даже за те же самые деньги, как Seiko умеет. Я считаю, что даже цены у российских перекупов нормальные. А то, за сколько они продаются в Японии, это просто подарок. Потому что, ну, что за те же самые там 50-55 тысяч рублей сейчас можно купить в ритейле. Ну, прям супер-супер такой масс-маркет и совсем банальные часы, в общем-то, если мы говорим про, например, трехстрелочники. Да, разумеется, Seiko, видимо, вынуждена отчасти экономить на, например, отделке механизма, да и в принципе в целом на механизме, чтобы сделать эти часы относительно доступными. Потому что, если бы здесь ставил какой-нибудь калибр подороже, а с отделкой, как умеют немцы или швейцарцы, ну, наверное, цена этих часов ушла бы куда-нибудь за 3000 евро. Ну, собственно, вы примерно и понимаете, да, там, те же эмальерные часы от Швейцарии, это всегда, ну, космические цены. Здесь Seiko, как говорится, слава Seiko, да, не поставили 4R35, например, свой самый дешевый калибр. Здесь поставили 6R15. В принципе, он весьма современный, у него 50 часов запас хода, отличный калибр, на самом деле, в целом, да, но, ну, по отделке, конечно, здесь хрень. И красиво было бы, если бы они поставили глухую заднюю крышку, потому что, ну, мы понимаем, да, здесь у нас премиум ручная работа, а здесь у нас, ну, прям совсем банальный промышленный такой дизайн, если можно так сказать, да. Было бы красиво, да, какую-нибудь гравировку интересную. Понятно, что японцы, это вот, у них немножко другой взгляд на такие вещи. Это, наверное, европейцы больше заморачиваются, вот они там делают те детали на механизме, которые не видны, их тоже отделывают, да. Всегда все должно быть красиво, идеально, и с одной стороны, и та, которая видна, и та, которая не видна. Да, но японское вот вообще искусство, культура, да, японская эстетика, там очень много того, что вот именно должно быть, что называется, незавершенное. И, например, даже если взять там те же японские парки, они не вылизанные там, не выстриженные все, а вот запустение небольшое, это, наоборот, вот так как-то более естественно, они это любят. Поэтому, вероятно, отчасти, с учетом того, что это часы для внутреннего японского рынка, они, в принципе, не предназначены для европейцев, поэтому, ну, японцы, вот они так и решили. И здесь я критиковать ничего не буду, просто по той самой причине, что, на мой взгляд, цена этих часов занижена. С учетом цен, которые делают конкуренты, да, любое слово «хендмейт» в отношении Швейцарии, я уже тут повторяюсь, но это будет совсем другая цена. Здесь потрясающий циферблат, здесь классический дизайн, очень аккуратные стрелки, сейчас все это посмотрим, конечно же, в макро-видео. Классический для Seiko и для линейки Presage корпус, и кто-то скажет, что, может быть, он уже набил оскомину, потому что все корпуса примерно такие же, но я скажу, что это линейка Presage, и там такие корпуса есть. Если вы говорите, что надо бы делать что-нибудь другое, ну, посмотрите на Rolex, да, у них корпуса тоже все всегда одинаковые, вообще, по сути дела, один корпус на все часы. Вот, поэтому здесь Seiko, как мне кажется, классика, она должна быть классикой. Здесь большая, крупная такая удобная заводная головка, красивое сатинирование на ушках, зеркальная полировка на боковой части, очень классно, качественно выполненная. Корпус сложный при этом, трехсоставной, да, у нас есть отдельный рамп, центральная часть корпуса и задняя крышка. И здесь крокодиловый ремешок, между прочим. Опять же, в эту цену они дают очень приятный, мягенький, классно сделанный крокодиловый ремешок. Здесь они тоже не стали экономить, потому что, вы, конечно, можете сказать, там на Алиэкспресс за 2000 рублей вам крокодиловые ремешки из Таиланда привозят. Ну, извините меня, это не ремешки, а какашка, а вот это ремешок. Хорошие ремешки из крокодилов, в принципе, стоят там порядка 20 тысяч рублей. Это то, что ставят престижные швейцарские бренды на свои часы, и эти ремни будут служить годами. Так, 40 миллиметров у нас диаметр. Высота, с учетом того, что сапфировое стекло чуть выпуклое, 12,2. По ремешку 20, и от ушка до ушка. 47 практически. Здесь еще раскладная застежка. Опять же, нигде Сейка не стала экономить. Полностью литая, классно исполненная. То есть, видите, то, что видно, сделано на высочайшем уровне. И сейчас, конечно, многие скажут, а что это у тебя, значит, бакли с этой стороны? Ну, многие производители делают вот как бы, что называется, наоборот. И один из самых известных это Орис, они так делают. Усейка тоже так делают. Причем делают так всегда. Так, давайте сейчас посмотрим на моем запястье. Так, значит, по запястью у меня 18,5 в обхвате. Ну, и вот эта прелесть как раз. Вот то, что нужно. Такие универсалы, с одной стороны. Классика. Причем такая вечная классика. Еще и с римскими цифрами. Классная модель. Классная модель. И когда смотришь на этот циферблат, просто начинаешь восхищаться вне зависимости от... Да ничего. Уже на все, в общем-то, плевать, да? Там что-то, механизмы, например, не самые интересные по отделке. Но цифер здесь это нечто. Что по весу? Что по весу? Так. 84 грамма. Ну что, смотрим макро. Подводим итоги. Классные стрелки, конечно, здесь. Так. Ну и вот он. 6r15. В макро он не так уж и плох, на самом деле. Что хочу сказать по итогам. Наверное, часы не для всех, потому что в таком же дизайне Пресаж можно купить где-то в два раза дешевле. Там, конечно, будет механизм 4R. И там не будет ручного циферблата с лаком и руси. Но, тем не менее, дизайн будет примерно такой же. Здесь вопрос не в дизайне. Здесь вопрос в том, чтобы вы именно хотели эти часы вот с таким циферблатом, с такой историей, с такой ручной работой. И за это вы готовы, собственно, заплатить чуть больше денег. Опять же, повторюсь, я считаю, что с точки зрения цена-качество здесь просто потрясающее это соотношение. И я хочу сказать, опять же, что я считаю, что эти часы стоят... Японцы продают их дешевле, чем они могли бы их продавать. Ну, или, скажем, если бы там был бренд из Швейцарии. Сколько бы они стоили. Поэтому вот такая модель. Учитывайте именно вот это вот все, что вокруг этой модели, прежде чем будете покупать эти часы. Потому что, как мне кажется, к такому нужно в каком-то плане прийти. Чтобы вам именно захотелось вот чего-то такого необычного. Но при этом это, безусловно, японская мануфактура. Наверное, самая известная, самая уважаемая. Потрясающие часы. У меня на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok